Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы делаем белое домашнее вино. Чем принципиально отличается вообще технология белого виноделия и красного виноделия? Я уже об этом говорила, но повторюсь. В виноделии по красному способу мы выдерживаем некоторое время наши сусла, сок на мезге. То есть вместе со шкурками, вместе с косточками. Белое виноделие этого не подразумевает. То есть мы выдавливаем сразу из ягодки сок и ставим на брожение. В зависимости, там тоже есть разные вариации. Бывает, что немножко все-таки делают контакт со шкуркой при низкой температуре. Либо сразу отжимают и сразу же ставят сок бродить. То есть вариантов может быть несколько. Какие основные подводные камни при белом виноделии? Ну, во-первых, нам нужен пресс, чтобы отжать. И, кстати, делаем мы белое вино не только из белого винограда. Можно и из красного винограда, за исключением некоторых сортов, сортов красильщиков. У которых мякоть цветная. Если мякоть белая, а это у большинства красных сортов, то мы тоже можем сделать белое вино. Оно более будет тонкое по вкусу, потому что не будет вот этих вот танинов, которые находятся в шкурке. Так вот, вернемся, значит, к основным подводным камням. А их два. Первое, это окисление. То есть пока мы вдавливаем сок, вот этот сок суслом может окисляться. Это раз. И второе, ввиду того, что мы ставим только сок, при этом мы еще немножко его отстаиваем некоторое время. Может быть даже технология и осветления. Там очень мало питательных веществ для дрожжей. Потому что кроме сахара, дрожжи нуждаются еще в определенных факторах роста. И белые вина могут бродить не очень хорошо. Конечно, сторонники конвенционального виноделия вносят специальные дрожжи. Могут вносить специальные подкормки. Но я сторонник, пусть не совсем минимального вмешательства, но настолько, насколько это возможно, ничего не добавлять. И ничего такого специального не делать. Так вот, ту технологию, которую попробовала я, грубо говоря, я немножечко смешала. И это будет не классическая технология приготовления белого вина. Вместе с тем в процессе я буду рассказывать, что именно я добавила в технологии и как она будет выглядеть в классике. Ну, что я сделала, понятно, я снимала все в разные дни. Поэтому, может быть, где-то буду повторяться. Для того, чтобы предотвратить вот это самое окисление и для того, чтобы дрожжам было чего кушать, я использовала термическую обработку ягод. Я грозди обмакивала в кипяток. В таком случае освобождаются факторы роста. При этом красящие вещества несколько выделяются. То есть, например, если мы берем красный виноград для этого, то у нас получится розовое вино. Можно тоже таким образом делать. Выделение ароматических веществ тоже будет несколько больше за счет вот этой термической обработки. При этом эта же термическая обработка убивает окислительный фермент. Она освобождает факторы роста для дрожжей. То есть, вот основные от этих подводных камней я ушла. И способствует сокоотделению большему. Потому что нам надо все отпрессовать. Если так у нас на мезге стоит некоторое время, там клеточки в ягодках разрушаются, и лучше идет отдача сока, то в белых винах, ну, там только пресс как бы. Поэтому я применила именно эту технологию. Ну, а что из этого получилось, вы увидите сами. При этом рассказываю в том числе и классическую технологию. А вы уже для себя выбирайте, что из этого брать себе на вооружение. А, ну, что может быть выполнять необязательно. В классическом варианте нам нужен охлажденный виноград. Не обязательно белый. Это может быть и синий виноград. За исключением некоторых сортов красителей, у которых темный сок. А так, даже у синего винограда сок белый. И поэтому, если мы не настаиваем на кожице, у нас получится белое вино. Дальше. Белое вино достаточно подвержено окислению. Это у меня Антоний Великий. Столовый сорт, но у него очень хорошая сокоотдача. И поэтому я экспериментирую на нем. И в прошлом году, когда я делала из него вина по красному типу, никакого окисления там не было. Было прекрасное светлое сусло. Но в этом году я еще экспериментирую. И для того, чтобы избежать окисления, я грозди обмакнула в кипяток. Об этой процедуре я рассказывала в другом видео. Буду рассказывать еще. Оставлю вам ссылки. Если вы используете темные сорта винограда, то вот такое обмакивание в кипяток вам не совсем подойдет. Потому что будет вино не белое, а скорее всего розовое. Все-таки краска пойдет. Теперь нам надо из этой ягоды извлечь сок. И тут два варианта. Либо ягода дробится, и потом извлекается сок. Либо же мы закладываем в пресс вместе с грибнями. В профессиональной литературе указано, что прессование винограда для белых вин вместе с грибнями наиболее предпочтительно. Поскольку такие вина легче осветляются, и сусло получается лучшего качества. Что, собственно, я и сделаю. И так как мы не успели модернизировать нашу корзинку, я буду использовать такая специальная ткань у меня. Хотя можно использовать, есть и специальные мешочки для пресса. Значит, я ее положила и закладываю грозди. Мешочек наш закрываем. Крышечку закрываем. Пресс. Закрываем. И поехали. Вот потихоньку начинает идти сок. Здесь важно не спешить. Надавить, пусть оно немножечко стечет. Потому что у нас еще мешочек. Он будет забиваться где-то шкурками. Поэтому надо все это делать медленно. Немножечко придется потерпеть. Ну и что, если будем давить быстро, усилие большое. Если у нас мешок, он может рваться. Либо все будет брызгаться в разные стороны. Ну, нам это ни к чему. Вот оно стекло. Потом чуть-чуть поджали. Опять стекло. Опять поджали. Все стекать перестало. Поднимаем поршень. И смотрим, что у нас там. Вот такая у нас тут кашица. Все это можно пошевелить. С гребешками. И еще раз отжать. Перемешали. Закрыли. И отжимаем дальше. Так можно сделать раза два, три. Все, у нас снова пошел сок. Помним, что мы не спешим. Конечно, если у вас, например, там сложности с прессом, еще что-то, то можно ягоду дробить и после этого отжимать. Тут уже смотрите по вашим возможностям. В прошлом году мы, Антонио Великий, отжимали с него сок. Ну, просто на сок. И ягоду закладывали в пресс недробленный. Напомню, у меня пресс с нагрузкой 10 тонн. Но все равно ягоду полностью раздавить не всегда удавалось. Было не очень удобно. Вот то, что я смотрю с гребнями, ну, мне такой вариант очень нравится. Единственное, напомню, что периодически надо будет мешок, либо ткань, которая внутри, доставать и прочищать. Конечно, если бы было уже здесь, то, может быть, можно было бы и без мешочка. Но с такими прорезями я попробовала, мне не понравилось. Все-таки ягода вылазит, шкурки вылазят. Но очень неудобно, поэтому я использую ткань. И вот, что у нас остается в итоге от отпрессовки. То есть, видите, тут почти ничего. Уже вечереет. Вот что получилось. Пока выглядит не очень симпатично. Значит, сейчас нам этот сок надо поставить в прохладное место, максимально прохладное. И дать ему отстояться, ну, хотя бы часов 12. У нас сейчас на улице такая довольно холодная температура, потому что подвала у меня нет. Поэтому я оставлю на ночь на улице. Единственное, надо чем-то прикрыть, чтобы не было попадания с утра прямых солнечных лучей. И, конечно, в идеале в этот момент, чтобы посуда была полная. Но у меня в другую посуду не влазит. Получается, в этой не хватает. Поэтому уже оставляю так, как есть. Вот сколько жмыха у меня со всего этого получилось. Не так уж много. Я бы даже сказала, мало. Еще, если добавлять серу, французские аналоги рекомендуют это делать тогда, когда сок отжат. Я вообще ничего добавлять не буду. Помню, у меня виноград термообработан. Закиснуть там ничего не закиснет. Но с окислением будем смотреть. Теория говорит одно. Посмотрим, что покажет практика. Тем временем у нас наступило утро. Вообще рекомендую тут 12 до 24 часов выдерживать. Но дело в том, что нет у меня возможности регулировать температуру. Я понимаю, что день будет теплый. Поэтому я как бы на этом останавливаюсь. Смотрите, выпала муть. То есть наша задача сейчас снять вот с этого мутного осадка. Для этого у нас есть вот такой шланг. Мы его опускаем. Все, пошло. Стараемся там носик максимально опускать вниз. Чтобы поменьше контакта с кислородом. Честно говоря, пока цветом я не очень довольна. Но посмотрим. Еще в сусле достаточно много мути. Количество мути зависит от того, каким способом прессуем. Получается, например, если мы дробили, а потом прессовали, у нас мути может быть больше, но она будет более грубая. И она как бы быстрее может оседать. Если мы прессовали так, как я вам показывала, то там мути меньше, но эта муть, она как бы более мелкая. Поэтому будем смотреть. После того, как мы убрали от мути, можно осветлить бентонитом. Рекомендуемая доза 50-100 грамм на 10 литров. Что делает бентонит? Бентонит нужен для удаления белковых частиц. То есть вся вот эта вот муть, которую мы еще не убрали, там достаточно много белка. И бентонит нужен именно для этого. Теоретически можно еще делать нагрев, но для этого надо специальное оборудование. В домашних условиях мы это не делаем. Даже на производстве это не делают. Что еще делает бентонит? Теория гласит, что он улучшает вкус, аромат и букет. При этом землистый вкус, который может быть изначально, потом пройдет во время брожения. Он предотвращает старение белых вин. Он способствует самоосветлению белых вин. Оно происходит быстрее. Также он частично, частично участвует в защите от окисления. И брожение сусла происходит быстрее и полнее. И рекомендуемая доза 50-100 грамм на 10 литров, но после очистки от мути. То есть вот после того, как мы сняли с этого осадка. Но у меня бентонита нету. Но существует и другое мнение, что бентонит может уносить ароматики. В любом случае у меня бентонита нету, поэтому я ничего не делаю. Значит сейчас в сусло вносим дрожжевую разводку. Вы можете использовать культурные дрожжи, либо можете приготовить дрожжевую закваску. Об этом есть отдельное видео. Хотя я знаю, что вот такие термообработанные сусла, я уже это попробовала, они прекрасно забраживают самопроизвольно. Но поскольку я не знаю, кто там будет бродить, кто туда попадет, значит я добавила чуть-чуть туда той дрожжевой разводки, которую приготовила заранее. Теперь мы ставим все это на брожение, значит идеальная температура брожения белых и не выше 20 градусов. Но мы пользуемся тем, что есть. Есть прохладное помещение, очень классно, но нету, значит максимально холодное, насколько вы сможете себе позволить. У меня есть вот такие вот наклеечки, я сейчас ее помещу на бутыль, буду приблизительно понимать, что у меня происходит. За счет того, что мы вот все это осветляли, удаляли белковые частицы, белые сусла могут бродить плоховато и могут бродить медленно. Термообработанное сусло, я знаю, что оно бродит хорошо, но просто не пугайтесь, если у вас брожение будет идти медленно, для белых сусел это вполне нормально. И еще, как и при любом способе приготовления вин, при постановке на брожение мы замеряем уровень сахара и в этот момент принимаем решение, достаточно нам этого сахара или нет. У меня здесь 18, мне этого будет достаточно, я хочу получить легкое вино, но если у вас, например, 15-16, то может быть есть смысл добавить немножко сахара, чтобы повысить потенциальную спиртуозность. Отдельное видео по сахару в вине есть, я вам оставлю. Быстренько расчеты для повышения спиртуозности на 1 градус. Нам надо 17 грамм сахара на 1 литр. Третий день я поставила 25-го числа, сегодня 28-го, сегодня начало сусло бродить вот так вот активно, до этого оно бродило так слабоватенько и бродит даже чересчур активно. Невероятное количество пены, затвор бурлит просто почти без остановки. температура на бутыле 18 грамм. И рядом вторая бутыль, абсолютно в этом же помещении, 16 грамм. То есть видите, насколько вот это все само даже генерирует на себя тепло. Больше снизить температуру у меня пока что возможности нету. Тут так, как мне кажется, прохладно. Ну, сусло так не считает. Что можно сделать в таком случае? То есть вот такое бурное брожение, оно нежелательно. В таком случае, смотрите, там еще есть осадочек. И сейчас я могу еще раз снять с осадка. Удалю некоторые факторы роста и брожение замедлится. Итак, 10-й день. Красивое, светлое сусло. Понятно, что оно мутное. Мы ничем не пользовались для осветления. Если надо, будет этим воспользуемся потом. Остаточный сахар сейчас 6. Но вино еще активно бродит, активно болькает. 25 сентября я поставила это сусло бродить. Сегодня у нас 9 октября. Постепенно осветляется. Постепенно становится такое все светлее, светлее, светлее. Выпадает осадочек. Но видите, еще довольно хорошо бродит. Температура между 14 и 16. Ну и на этом можно уже видео завершать. Сейчас наша задача. Мы ждем остановки брожения. Видим, еще пена есть. Затворчик булькает. Булькает довольно активно. Булькает прям вот как часы. Значит, мы ждем окончания брожения. Что еще? Когда спиртовое брожение закончится, у нас может наступить брожение яблочно-молочное. Для белых вин это не всегда приветствуется. Но, повторюсь, я сторонник того, чтобы не мешать. У меня оно будет проходить. Если его надо остановить, когда у нас пена исчезнет, когда у нас там сахар будет ноль, можно внести серу для остановки яблочно-молочного брожения, либо можно подвергнуть холодовой, либо тепловой обработке. Это уже на ваш выбор. Значит, когда брожение закончится, исчезнет пенка, остановится затвор. Повторюсь, я мешать ничего не буду. Вот этой штуке. Как только оно закончится, снимаю с осадка, выставляю в прохладное место. Можно поддерживать такую температуру на уровне 14-15 градусов, чтобы винный камень не выпадал, потому что в определенной степени кислота и кислотность в белых винах это хорошо, придают свежесть. Но, повторюсь, я сторонник минимальных каких-то вмешательств, поэтому надо будет, чтобы винный камень выпадал, пусть он выпадает. Мне проще сделать так, чем как-то препятствовать его выпадению. Препятствовать его выпадению, там есть определенные химические вещества, их мы не будем применять. Но при прохладной температуре, так или иначе, он будет выпадать. Все зависит от самой температуры, от времени, сколько будет в этой прохладной температуре. Это вино находиться. Конечно, результат уже самый-самый конечный. Я вам потом в каком-то из видео покажу. Но на этом технология заканчивается. Повторюсь, вы можете брать из нее то, что вы считаете нужным для себя. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!